Римма Храбрых Я переводчик и редактор. Работаю в сфере переводческих услуг уже больше 10 лет. Я технический переводчик. Моя основная специализация – это горнодобывающая и горнобогатительная промышленность. Но также был в моем профессиональном опыте, так сказать, опыт, извините за тавтологию, перевода на самую разную тематику. И в процессе работы, скажем так, неважно на какую тему я делала переводы, я всегда сталкивалась с теми вопросами, о которых мы сегодня побеседуем. Видно ли вам презентацию? В частности, я имею в виду запросы заказчика, что заказчики хотят от переводчика. Сегодня мы с вами попытаемся разобраться, как профессиональный стандарт переводчика нам может помочь ответить на этот вопрос. Но для начала давайте разберемся с терминологией. Что такое вообще стандарт? Как вы понимаете это понятие? Пока не трогаем конкретно профессиональный стандарт переводчика, просто стандарт в целом. Критерии, которые ты должен соблюдать. Усредненные нормы и характеристики. Систематизация профкомпетенций, нормы, требования. Смотрите, стандарт это довольно многозначный термин, но нас с вами сегодня интересуют два его значения. В широком смысле слово стандарт это некий эталон. Это тот идеал, к которому нужно стремиться. То есть вот тот образец, к которому какой-то объект должен соответствовать. А в более узком смысле слова, который больше соответствует теме нашей сегодняшней встречи, стандарт это нормативный документ, который устанавливает требования к тому самому объекту, который должен соответствовать эталону. Следует отметить, что такие документы могут содержать правовые нормы, но они не содержат санкций. То есть это некий набор рекомендаций, выполнение которых обеспечит вам соответствие эталону. Что объединяет эти значения понятия стандарт? Собственно их объединяет функция любых стандартов. Это в первую и главную очередь обеспечение качества. То есть адекватный качественный перевод складывается из соблюдения переводчиком ряда стандартов. Нас с вами сегодня интересует профессиональный стандарт переводчика, который определяет, какими знаниями, умениями и навыками переводчик должен обладать, чтобы качественно выполнять перевод в своей сфере. Или, как звучит официальное название этого документа, профессиональный стандарт специалиста в области перевода. Что такое вообще профессиональный стандарт? В Трудовом кодексе Российской Федерации дается следующее определение того, что такое профессиональный стандарт. Вы его видите на экране сейчас. То есть это, собственно говоря, документ, в котором прописано, что работник должен знать и уметь, чтобы работать по своей специальности или, как сказано в определении из Трудового кодекса, выполнять свою трудовую функцию. Следует отметить, что профессионального стандарта переводчика долгое время в принципе не было, не существовало. Он появился вообще только в прошлом году. Вы слышали же про него, я так думаю? Знаете, что такое профессиональный стандарт переводчика в целом? Угу. Хорошо. Он был утвержден в марте прошлого года, 2021, а 1 сентября вступил в силу. Основан профессиональный стандарт переводчика на международном стандарте ISO 17100, который устанавливает требования к оказанию переводческих услуг. Для чего профессиональный стандарт нужен переводчику как работнику? Профессиональный стандарт – это такой своеобразный чек-лист для нас с вами, с которым мы можем сверяться, чтобы понять, имеем ли мы право вообще называть себя специалистом в области перевода, обладаем ли мы для этого достаточными знаниями, умениями и навыками, то есть квалификацией. Как написано в том же Трудовом кодексе Российской Федерации, квалификация – это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы. А для чего профессиональный стандарт нужен с другой стороны работодателю? Работодатель применяет профессиональные стандарты для того, чтобы определить, какие работники ему нужны, с каким уровнем квалификации, чтобы правильно подобрать и расставить кадры, чтобы разделить между ними функции и полномочия, чтобы организовать их труд, чтобы определить их трудовые обязанности и так далее и тому подобное. То есть в профессиональном стандарте прямо прописано, чего работодатель хочет от работника. То есть, опять же, возвращаясь к пользе профстандарта для нас с вами как переводчиков, это не просто чек-лист для проверки себя на профпригодность, это, можно сказать, такая шпаргалка, которая помогает вам в голове упорядочить услуги, которые вы оказываете, навыки, которыми вы обладаете, ваши хард и софт-скиллс, возможно, даже ваши преимущества перед конкурентами, ну, либо же те места, в которых вы до конкурентов пока не дотягиваете. На одном из мастер-классов одна студентка рассказала мне, что одно из бюро переводов ей предлагало заполнить анкету соискателя, в которой, помимо прочего, были вот такие вопросы. Довольно конкретные вопросы, да, как вы обеспечиваете высокий уровень качества при выполнении переводов, редактуры и как вы обеспечиваете соблюдение инструкций. Собственно, на все эти вопросы профстандарт переводчика дает, если не ответы, то очень даже полезные подсказки. Давайте разберемся, какие и каким образом. Но для начала посмотрим, для кого этот профстандарт вообще предназначен, то есть чем занимается этот самый специалист в области перевода. Итак, профессиональная деятельность, которой занимается специалист в области перевода, называется профессиональный перевод и управление переводческими проектами и процессами. То есть специалист в области перевода – это не только переводчик. Это и редактор, и преподаватель перевода, и менеджер бюро перевода в том числе. Для чего обычному переводчику знать, чем занимаются все эти люди? Даже если он не собирается редактировать чужие переводы, преподавать или, например, работать менеджером бюро переводов. Знать все это необходимо, чтобы понимать, что процесс перевода – это сложный, это комплексный процесс, и он включает в себя очень много разных людей, таких шестеренок, как вот на иллюстрации. Если переводчик не знает, что делает редактор, в чем заключается трудовая функция редактора, переводчик может не понимать, например, почему его переводы раз за разом возвращает на доработку. То есть сидит переводчик и не понимает, почему, что вот этот странный человек, который приходит в его чудесный перевод и вносит в него всякие дурацкие правки, вообще от переводчика хочет. Аналогичным образом, не зная сути работы менеджера проекта в бюро перевода, можно, во-первых, неадекватно расценивать стоимость и ценность своей работы как исполнителя, а, возможно, даже создавать определенные трудности для выполнения этих самых переводческих проектов. То есть вот вам третья причина того, почему профессиональный переводчик должен знать свой профессиональный стандарт. В нем, собственно, прописаны все составляющие переводческого процесса, в котором переводчик как исполнитель занимает свое определенное место. И совместная работа всех этих шестеренок, всех людей, которые вовлечены в переводческий процесс, это направлено на обеспечение качественного перевода. Места, которые эти люди занимают в переводческом процессе, обозначены в профстандарте как трудовые функции, которые, в свою очередь, объединены в так называемые обобщенные трудовые функции. Их три – это неспециализированный перевод, профессионально ориентированный перевод и управление качеством перевода. В очень грубом приближении можно сказать, что каждой такой обобщенной трудовой функции соответствует определенная категория квалификации переводчика. Они, собственно, даже написаны в профстандарте в списке возможных названий должностей каждой обобщенной функции. То есть для неспециализированного перевода – это переводчик второй категории, для профессионально ориентированного перевода – это переводчик первой категории и для управления качеством перевода – переводчик высшей категории. Давайте немного подробнее разберем, какие трудовые функции входят в эти, так сказать, категории. У неспециализированного перевода – это устный сопроводительный перевод и письменный перевод типовых официально-деловых документов. Как понятно из названия обобщенной функции, эти виды перевода не требуют специализации. Собственно говоря, считается, что их может выполнять переводчик сразу после вуза. Поэтому и в требованиях к этой категории прописано только требования к образованию. Там нет требований к опыту работы. Однако, тут важный момент, что касается образования. В профстандарте указано, что переводчик должен не только иметь образование, которое соответствует области его профессиональной деятельности, переводчик должен повышать квалификацию не реже одного раза в пять лет. Это довольно новое требование в России именно к переводчикам. Оно является стандартным за рубежом, где переводчики проходят аттестацию. Возможно, у нас тоже когда-нибудь появится программа аттестации и сертификации переводчиков, для прохождения которых повышение квалификации будет необходимым условием. Пока что это, в принципе, рекомендация, но я думаю, мы с вами прекрасно понимаем ее важность. Почему переводчик должен регулярно повышать свою квалификацию? Чтобы соответствовать изменениям в отрасли, тому, как отрасль развивается, чтобы не отставать, чтобы сохранять свою конкурентоспособность и, естественно, заявляемый уровень своих услуг. Итак, даже переводчик, занимающийся неспециализированным переводом, должен иметь образование и повышать квалификацию. Прежде чем говорить о том, какие трудовые функции включает раздел профессионально ориентированного перевода, скажу пару слов о требованиях к образованию и опыту. У переводчика первой категории, то есть у переводчика, который занимается профессионально ориентированным переводом, уже должен быть опыт работы в области перевода не менее трех лет. То есть предполагается, что юный переводчик, выпустившись из вуза и обладая неким обязательным минимумом знаний, умений и навыков, начинает не просто работать переводчиком, начинает этот минимум расширять, начинает приобретать дополнительные знания, умения и навыки, чтобы выполнять как раз те виды профессионально ориентированного перевода, которые вы видите на экране. Что сюда входит? Во-первых, это устный последовательный и синхронный перевод. Я думаю, вам после двух дней конференции понятно, чем они отличаются от устного сопроводительного перевода. Дальше у нас, смотрите, есть письменный перевод и есть художественный перевод. Как думаете, почему они разделены? Почему художественный перевод вынесен вообще отдельно? Разные направления перевода. Может быть, специфика другая уход перевода, потому что он совершенно не клишированный и близок к писательству. Да, Виктория, совершенно верно, потому что художественный перевод – это перевод, который требует совершенно особых знаний и умений. Здесь уже нужно и индивидуальный стиль автора соблюдать, и интертекстуальность передавать, и всякие принципы творческого письма знать, и так далее, и тому подобное. А что же тогда относится к тому переводу, который здесь обозначен просто как письменный перевод? Это, собственно, перевод текстов в какой-то определенной предметной области. То есть это могут быть юридические тексты, технические, медицинские, какие угодно. Но тут, кажется, чего-то не хватает в этом перечне. Как думаете, чего не хватает? Каких текстов, которые очень часто встречаются в заказах, вакансиях? Наверняка слышали про тексты общей тематики. Слышали про такие? Угу. Ну, смотрите. У нас тексты этой общей тематики, их нельзя отнести к письменному переводу типовых документов и нельзя отнести к профессионально ориентированному переводу. Но почему же их нет в профстандарте переводчика, как думаете? Может, их просто забыли? Там не требуются специализированные навыки. Ну, да, не требуются. Тогда, по идее, их нужно было отнести к неспециализированному переводу. Но там их нет. Есть у кого-нибудь идея, почему профстандарт не рассматривает тексты общей тематики. Я вам сейчас скажу такую страшную вообще вещь, потому что текстов общей тематики в целом не существует. В принципе, любой текст, даже если это какая-нибудь новостная заметка на пару абзацев, обязательно относится к какой-нибудь предметной области. Это может быть политика, образование, медицина, спорт, история, что угодно. Но чтобы такую заметку перевести, вам все равно нужно в этой предметной области разбираться. Мы не сможем перевести, например, статью о матче между Динамо и Зенитом, если не знаем, что такое офсайт и угловой, чем вингер отличается от ложной девятки, или почему в Лиге чемпионов за голы дома и в гостях дают разное количество баллов. Понимаете, да? Вот этот огромный объем фоновых знаний, он все равно необходим для того, чтобы перевести даже самый крохотный текст. Можно провести, знаете, аналогию со школой, с учителем в школе. То есть мы не ждем же, что один и тот же человек будет преподавать алгебру, физкультуру и, я не знаю, иностранный язык. Ну да, так иногда случается. Но качество преподавания в этом случае, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Точно так же с переводом. Чтобы выполнять профессионально ориентированный перевод качественно, переводчик в любом случае должен обладать знаниями в соответствующей предметной области, то есть той самой специализации. И тут нужно подчеркнуть, что знания, умения и навыки по специализации у переводчика первой категории, то есть у переводчика, который выполняет профессионально ориентированный перевод, они должны накладываться на тот базовый набор, которым, по идее, должен обладать переводчик второй категории, то есть выполняющий неспециализированный перевод. То есть, если откроете простандарт, посмотрите там описание разных функций, можно заметить, что в каких-то трудовых функциях, например, не прописано умение работать в кошках, но даже если это не написано, это не значит, что переводчику это не надо. Все, что написано в требованиях к переводчику, который выполняет неспециализированный перевод, это все обязательно переводчик должен уметь. Ну и еще у нас в профессионально ориентированном переводе выделяют перевод аудиовизуальных произведений и аудиовизуальный перевод для людей с особыми когнитивными потребностями. Тут, я думаю, тоже, в общем-то, понятно. Третья обобщенная трудовая функция – это управление качеством перевода. Как видите, сюда входят уже те функции, которые вряд ли сразу приходят на ум, когда мы слышим слово «переводчик». Однако все это необходимо для того, чтобы перевод был действительно качественным. Ну, например, верстальщик готовит документ для загрузки в кошку, а потом уже готовый перевод из кошки доводит до состояния, в котором он нужен заказчику. Редактор вычитывает перевод, исправляет ошибки, там, дает обратную связь переводчику. Консультант в области качества перевода – это в том числе и ваша покорная слуга – помогает переводчикам развиваться и совершенствоваться, ну и так далее и тому подобное. То есть, даже если переводчик собирается всю свою жизнь заниматься исключительно переводом, ему просто необходимо знать, чем все эти люди занимаются. Зачем это нужно? Для того, чтобы иметь представление о том, что перевод – это в первую очередь, не побоюсь этого слова, бизнес-процесс. Вообще, все, что нас окружает, весь мир вообще состоит из процессов разной степени сложности. И мы, переводчики, как одно из венев переводческого процесса, должны очень хорошо представлять, как этот процесс в целом функционирует. Итак, мы с вами узнали, кто применяет про стандарт переводчика. Познакомились со всеми звеньями этого процесса. Теперь давайте разберемся, как его применять, чтобы быть способным ответить на те вопросы заказчика, о которых мы говорили в начале. Как обеспечить качество перевода, как вы обеспечиваете качество перевода, как вы обеспечиваете качество редактуры, как вы обеспечиваете соблюдение инструкций. Про стандарт переводчика определяет, какие трудовые действия выполняет переводчик, какими умениями он должен обладать, чтобы эти действия выполнять, И какие знания ему необходимы, чтобы этими умениями овладеть. Давайте для примера возьмем письменный перевод типовых официально-деловых документов. Мы помним, что он относится к неспециализированному переводу. То есть это требования к этому переводу совсем минимальные, базовые. И вот тот самый минимум-миниморум, который необходим. Итак, какие трудовые действия включает в себя письменный перевод типовых официально-деловых документов? Естественно, сначала нужно понять, что за документ вообще перед нами. Что такое вообще типовые официально-деловые документы, кстати? Какие они бывают? На них стоит печать. Так, хорошо. Примеры какие-нибудь. Паспорта, свидетельства, сертификаты. То есть вот такие документы, которые дают переводчику, который только-только начал свой путь на стезе перевода. И считается, что он с ними в легкую должен справиться. Однако, мы видим, что тут есть и свои подводные камни. Вот, например, второй пункт. Поиск аналогичных текстов по заданной тематике или шаблонов. Этот пункт важен, но он не всегда очевиден. Довольно часто переводчик, получив на перевод какую-нибудь справку, начинает что-то там вдумывать, скорпеть над ней, переводить с нуля. А ведь у него под рукой есть совершенно замечательный ресурс – интернет. И в интернет можно пойти и поискать аналогичные документы, чтобы не делать лишнюю работу. Но, очень важная ремарка. Что я имею в виду под аналогичными документами? Это ни в коем случае не те многочисленные шаблоны переводов всяких справок и свидетельств, которые предлагают разные бюро переводов. Думаю, те, кто таким видом перевода занимался, знают, что все вот эти вот шаблоны в интернетах, они, во-первых, очень разные, то есть они далеки от понятия «типовой документ». Во-вторых, в них, как правило, очень много ошибок. Какими же аналогичными текстами может воспользоваться переводчик в этом случае? Да, собственно, такими же текстами, только на том языке, на который он переводит. То есть, например, если мы переводим, не знаю, приложение к диплому с русского языка на португальский, нам нужно искать не шаблоны перевода диплома, а образцы или сканы португальских дипломов. Следующие пункты, я думаю, понятны. То есть нужно выполнение перевода, саморедактирование, оформление и так далее. Так профстандарт определяет, что конкретно переводчик, выполняющий определенный вид перевода, делает. Можем ли мы уже на этом этапе ответить на вопросы заказчика о качестве предоставляемых нами услуг? Частично «да». То есть мы уже можем внятно объяснить заказчику, что мы делаем, чтобы предоставить ему адекватный качественный перевод. Теперь давайте посмотрим, как в профстандарте описано, что переводчик для этого должен уметь. Как видите, умения напрямую вытекают из действий. Немного подробнее хочу остановиться на первом умении из этого списка. На самом деле это очень здорово, что профстандарт включает умение выполнять предпереводческий анализ. И что это теперь стало базовым требованием. Ну, потому что, может быть, вы не поверите, но многие не то что начинающие, но даже практикующие, даже давно практикующие переводчики имеют о предпереводческом анализе очень смутное представление и считают его чем-то необязательным. Мало что там анализировать, садишься да переводишь. Ну, нет. Полный и вдумчивый предпереводческий анализ – это вот то необходимое условие, без выполнения которого адекватный качественный перевод сделать невозможно. Даже если вы переводите какую-нибудь справку. Итак, на этом этапе мы уже можем более подробно ответить на вопросы о том, как именно мы обеспечиваем качество перевода. То есть, если в действиях был, например, просто поиск аналогичных текстов, то здесь уже указывается более конкретно, что поиск аналогичных текстов в справочной специальной литературе. Давайте теперь посмотрим, что переводчик должен знать, чтобы уметь выполнять требуемые от него трудовые действия. Вот эти знания, они опять же логически вытекают из умений и особых пояснений, думаю, не требуют. Я хочу подчеркнуть только, что вот этот список, который вы сейчас видите на экране, это действительно самый-самый базовый минимум. То есть, это то, что любой переводчик должен знать и уметь в самом-самом начале своего пути на стезе перевода. Это та база, на которую уже будут накладываться ваши прочие знания, умения и навыки, которые нужны, в частности, для выполнения профессионально ориентированного перевода. Давайте сравним вот этот список с тем, что должен уметь переводчик, который выполняет письменный профессионально ориентированный перевод. Как видите, здесь умения уже гораздо более обширные, скажем так, и в то же время более глубокие. На самом деле заказчики, конечно, далеко не всегда задают прямым текстом вот эти вот вопросы, на которые мы ищем ответы. Да, они даже, скорее, довольно редко конкретно такие вопросы, в конкретно таких формулировках переводчик слышат к себе от заказчика. Но неважно, задает ли заказчик вам такие вопросы или просто приходит и говорит, мол, сделайте мне красиво и хорошо. В любом случае, запрос у заказчика на самом деле один и тот же. Получить от вас качественный перевод, который соответствует его заказчика целям и выполняет его заказчика задачи. А вот чтобы это обеспечить, переводчик уже должен сам себе задать эти вопросы. То есть можно взять профессиональный стандарт переводчика, выбрать трудовую функцию, которую вы хотите выполнять, и прям по пунктам, по действиям идти. Что значит находить, анализировать и классифицировать информационные источники в соответствии с переводческим заданием? Что я для этого делаю? Что я делаю в этом случае? Что мне нужно для этого уметь? Что я должен для этого знать? А что я не умею? А что я не знаю? Это будут ответы на вот эти конкретные вопросы и будут ответы на вопрос, как я обеспечиваю качество перевода, которое запрашивает у меня заказчик. Понимаете? Продолжение следует... То есть... Чтобы называть себя профессиональным переводчиком, специалистом в области перевода, переводчик должен уметь отвечать в первую очередь самому себе на эти вопросы. Мы сами для себя должны быть самым требовательным заказчиком. И только в этом случае мы сможем называть себя профессиональными переводчиками с полным правом. Понятно ли это? Согласны ли вы со мной? Может быть, желаете поспорить? То есть вы понимаете мою основную мысль? Вот этот профессиональный стандарт переводчика, это не просто какая-то там бумажка с требованиями. Это очень и очень полезная штука, особенно если читать ее вдумчиво, понимая, что за всеми этими пунктами стоит. Благо, образование переводческое очень хорошо помогает в этом всем разобраться. Мы знаем, что переводить с одного языка на другой письменный, это не просто сесть и начать переводить. Это очень объемный, обширный процесс, который включает в себя очень много этапов. И вот если вы можете сесть и для самих себя все эти этапы перечислить, что я делаю, чтобы мой перевод был качественным. Я делаю то-то, то-то и то-то. И свериться с профессиональным стандартом. Соответствует ли то, что я делаю профессиональному стандарту? Может быть, я чего-то еще не умею? Вот в этом случае вы можете быть уверены, что вы запрос заказчика на качественный, на адекватный перевод выполните. Ну что ж, на этом у меня все. Есть ли у вас вопросы по поводу профессионального стандарта переводчика? Если вопросов нет, то я благодарю вас за внимание. Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником и передаю эстафету чудесной переводчице, которая для себя ответы на эти вопросы нашла и является профессиональным переводчиком в полном смысле этого слова. Спасибо.